Первый всероссийский фестиваль Косторезного искусства стал настоящим подарком к юбилею города. География участников обширна. Показать свое творчество приехали мастера даже из самых отдаленных уголков страны. С древней столицы Сибири у многих давняя связь. Закончил Абрамовское художественное промышленное училище. Здесь в 81-м году я был на предупрежденной практике. И поэтому мне вдвойне я счастлив, что я здесь на первом Косторезном фестивале в Тобольске вспомнил свои моды, студентские годы. Всего в фестивале участвуют более 100 мастеров. 67 это Косторезы с именем, а также студенты и учащиеся художественных отделений Тобольска. Работы мастеров разнообразны, поражают своими масштабами и сюжетами. Мне нравится работать с оленем рогом. Я ищу, рога олени бросают, и я ищу такие необычные изгибы. А потом вырезаю из таких работ и получается. Здесь буквально, допустим, в этой работе, буквально 5 минут работы, но чтобы очень долго косточка валяла, чтобы ее увидеть. Фестиваль продлится неделю и завершится 2 июля. В программе экскурсии, мастер-классы, обсуждение актуальных вопросов развития Косторезного искусства, обмен опытом. Резьбой по кости в Тобольске занимаются почти 150 лет, когда открылась первая сибирская мастерская и другие вслед за ней. Мастера, прошедшие Тобольскую школу, продолжают популяризировать этот промысел. Минсайл всегда мечтал о том, чтобы фестиваль состоялся здесь. Это логично, прежде всего. И вот сегодня мы, наверное, счастливы. Счастливы встретиться друг с другом, счастливы слышать, что первый Косторезный фестиваль в Тобольске состоялся, открылся. Я думаю, что мы будем встречаться здесь. Я не знаю, как определят организаторы каждый год, через год, но я думаю, что ребята будут приезжать. Тоболяки и гости города получили уникальную возможность увидеть всю красоту народного художественного промысла. Выставка «Косторезное искусство народов России» открыта в Музее истории Кости. Работы учащихся и студентов разместились в отделении детской школы искусств имени Алябьева по улице Челюскинцев-1. Елена Макова, Ярослав Прохоров, Тюменская служба новостей.